Конечно, отдельно поговорить, и вы тоже говорите вот со всеми этими упертыми людьми, вот говорите об этом, отдельно о цинизме всей вот этой путинской мразоты, понимаете? Потому что вот, допустим, вот они считают, что раз украинцы добили до там аэродрома в Энгесе, там добили до Рязани, значит они могут там добить и до Москвы. Что они делают? Они хотят защитить свой генштаб. Они выводят этот генштаб куда-нибудь подальше, значит, в сельскую местность, там в Нижегородскую область, где там защищенный эшелон ПВО, да? Нет, они оставляют сидеть этих толстожопых генералов в своих, значит, отделанных золотом кабинетах на ворованные деньги, но ставят зенитку, которая, если что, ударит по вам. Когда вы гуляете с колясочкой в парке культуры, понимаете? Вот их отношение к людям, их отношение к вам. Вот эта вот штука на крыше, это отношение Путина к вам. Когда он понимает, что его генштабу, который развязал эту агрессивную войну, угрожает удар, он не выводит генштаб в безопасное место, чтобы людей, чтобы вас, россиян, не подставить под удар. А он просто ставит зенитку на крыше, которая вам прилетит. То есть они собьют над генштабом ракету или дрон, или что, а прилетит вам. Все осколки полетят на вас, на Пушкинскую набережную, на Хамовники там или куда-то еще. Вот так вот будет. Вот так Путин к вам относится. Очень простой аргумент для разговора с любым ватником. Если Путин хочет минимизировать жертвы среди собственного населения, он уведет генштаб куда-нибудь подальше. В укрепленный район там, подальше от жилых кварталов. Но ему плевать на мирное население, на жилые кварталы. Что теперь, вот если бы не Путин не напал на Украину, ничего этого не было. А теперь вот вам конкретно в Москве может прилететь. И вы можете погибнуть. Хотя никто на Россию не нападал. И это вообще никому не было нужно, кроме Путин. Субтитры создавал DimaTorzok